ДТП Именно в его машину врезался ехавший по бульвару внедорожник. По словам автолюбителя, получившего мощный удар в водительскую дверь, после столкновения его отшвырнуло на соседнее кресло. Этим объяснилось откатывание аксио вниз по склону. Нажать на педаль тормоза удалось далеко не сразу. Шокированный мужчина с трудом вспомнил произошедшие буквально несколько минут назад события. Удар, блин, и все, и потом слышу заднюю, видать, запипикало. Автоматом на тормоз нажал, на парковку поставил. Машину уже здесь было. Как на них было уже, не знаю. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Кроме этого, мужчина повредил плечевой сустав из-за резкого натяжения ремня безопасности. Виновник столкновения – шофер Митсубиши Паджиро. Свой промах он объяснил тем, что попросту не увидел автомобиль из-за кучи снега на перекрестке. Внедорожник после ДТП оказался развернут в противоположную сторону исключительно по воле хозяина. Автовладелец сам развернул машину, чтобы не мешать едущим Подзержинского, хотя делать этого нельзя, поскольку дает повод говорить о попытке скрыть детали аварии. Я не видел смысла здесь стоять, поэтому я отъехал туда, чтобы не мешать машину туда-сюда. Хозяева припаркованных автомобилей, которые попали под удар сбитой с курса Аксио, о том, что попали в ДТП, узнали по-разному. Хозяйка темной Митсубиши вышла посмотреть, от чего сработала сигнализация. Я пришла, он мне зазвенел брелок. Я прихожу, у меня разбитие машины. Владелец Хонды Эдикса ДТП узнал уже от полицейских. Виновником ДТП назвали шофера, протаранившего Аксио. Он ехал по второстепенной дороге и должен был уступить путь шоферу Тойоты. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Склярова и Александр Савчук.